В Кировской специальной библиотеке для слепых прошла игра путешествия для детей с ограничениями по здоровью. Ребятам показали, по каким книгам читают незрячие люди. В архивах библиотеки хранится больше 160 тысяч экземпляров. Правда, в основном это аудиокниги. Что помогает незрячим обучаться грамоте? В сюжете Екатерины Зубаревой. В этих книгах нет текста. Они рассчитаны на тактильное восприятие. Татьяна Мишланова показывает, как читают сказки незрячие дети. Таких иллюстрированных сборников в Кировской библиотеке для слепых не одна сотня. После них проще научиться читать книги, что написаны по системе Брайля, то есть рельефно-точечным шрифтом. Хотя, признается Татьяна, читателей брейлистов сейчас немного. Не всем, как это говорится, под силу изучить брейлистский шрифт. Проще прийти и взять, вот, пожалуйста, книжку на флешках. Да, это время. И потом брейлистские литературы, вы видите, они объемные книги. Объемные книги уходят в прошлое. На смену им приходят аудиокассеты, диски и флешки. А вот еще одно чудо техники. Устройство Тифлофлэшплеер, позволяющим незрячим слушать аудиокниги. Вставляется в него карта памяти. Воспроизведение. Мария Шкатулова. Убийство в озерках. Детективный роман. Эта комната – фонд технических новинок для слепых, рассказывает Алексей Мельков, сотрудник библиотеки. Он и сам имеет проблемы со зрением. С помощью этих приборов любой текст может прочитать каждый, кто плохо видит, и тот, кто не видит совсем. Однако читатели пользуются здесь этим нечасто. Необходимый текст можно найти сейчас в интернете, тоже любую литературу. Поэтому доступнее им будет пользоваться компьютером и интернетом. Ты смотришь бурого медведя. У него как будто шерстка, да? Но как бы ни помогал интернет незрячим людям, он никогда не заменит общение с живыми людьми. Поэтому сотрудники библиотеки постоянно проводят различные мероприятия. Как для своих посетителей, так и для тех, кто хочет узнать, каково это – читать не глазами, а руками. Екатерина Зубарева, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Дайвича.